Здравствуйте, господа хорошие! Я не могу поверить своим глазам, но Ульфак выпустил очередную обнову. Вы представляете? Это что-то невозможно, и давайте посмотрим, что у нас вообще сегодня вышло. Он каждую неделю начал обновы выполнять. Вспомните, сколько в прошлом году вышло обнов. Раз в два месяца, в три месяца он обновы выпускал, а сейчас он за один месяц-то выпустил уже четыре или пять обнов. Я не знаю, как это работает, но ладно. Итак, что у нас сегодня? Давайте посмотрим. Новые мопеды, ну этих, велосипеды для детей размером точка 4, точка 5 и точка 6. Это, я так полагаю, размер аватара нашего, да, где мы можем менять вот так вот. Так, я так полагаю, что когда мы будем на велике и менять, когда мы сядем типа на велик маленький, он должен вроде тоже уменьшиться, я не знаю. Так, что у нас? Возможность добавлять глушители в оружие. Вот это интересно. Не знаю, зачем, какая практическая особенность этого, но, знаете, лично мне особо непонятно, зачем это нужно. Но нужно и нужно, окей. Дальше что? Дополнительные всякие штучки в аватар-эдитер, понятно. Так, и тут у нас снизу написано старый апдейт, который был, но мы его уже с вами разобрали. Давайте будем смотреть, что у нас здесь такое. Офигеть, слушайте, ну я неожиданно... Господи Иисусе, что произошло? Опять Аня издевалась моим скином. Ох, ужас. Так, ну что? Блин, ну почему? Я выглядел нормально, а подключился, стал девочкой. Все, вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Получается, теперь можно быть ребенком. Да, можно быть ребенком, стать ребенком и что-то должно из этого получиться. Я не знаю. Короче, давайте посмотрим, может быть у нас здесь есть какие-то велосипеды. Стоп, не тут. Не забывайте, мои хорошие, что вы можете купить мой мерч в Роблоксе. Ссылочка на мою группу в Роблоксе будет в описании, где ты, в принципе, и можешь купить этот мерч. Но если ты хочешь его прощупать, попробовать, то там же ты найдешь мою игру, где есть стенд с моей одеждой. И ты сможешь посмотреть ее там. Не забудь купить и поддержать мой канал. Напоминаю, что ссылка на мою группу находится в описании. Не забудь чекнуть. А, вот и... Посмотрите, как это выглядит. Слушай, мне нравится. Какая тут максимальная скорость? 45? К слову, у лошади максимальная скорость 50. И намного лучше их. Так, я так полагаю, намного лучше лошадь использовать, потому что у нее скорость больше. 4, 5, 6. Давайте мы сейчас поставим с вами такое. Точка 4, 5 и 6. Ну, давайте вот так. А ну-ка, давайте их заценим. Слушайте, вау. А он прям идеально подходит. Слушайте, у него даже инерция какая-то есть. Чего? Смотрите, у меня даже заносит. Ля, ля, дрифтуем. Ни хрена себе, слушайте. Посмотрите, дрифт какой, ё-моё. Так, 45 стоит. Блин, я бы побольше поставил. Какой-нибудь, знаете, цвет прикольный. Гляньте, он дрифтит просто жестко. Прыгать можно и прыгать можно, ё-моё. Посмотрите, разгоняемся, разгоняемся. И такой... Смотри, смотри, смотри. Такой... Опа! Опа! Ля! А, слушай, подожди. А работает это на обычном велике? По-моему, да. Слушайте, такого не было. Он изменил физику велосипедов. И теперь, знаете, как бы по инерции. Инерция сохраняется движение. Это вообще прикольно. Посмотрите, как заносит. Охренеть. Так, а на чём ещё можно испытать? Давайте здесь. Здесь то же самое. Офигеть. Вспомните, они раньше были... Ну, прям резко поворачивали. А сейчас инерции добавят. Офигеть. То есть, скрытое обновление, ребята. Скрытая особенность в новом обновлении. Это то, что добавили физику вещей. В общем, не вещей, а вот таких вот небольших средств передвижительных. Передвигательных. Так, а ну давайте посмотрим с мотоком, чё. Сейчас я стану нормальным. Так, садись. Ну, нет, здесь немножко по-другому. Нет, так не работает здесь. К сожалению. Ладно. Слушайте, интересно. Хорошо. Окей. Интересно. Что у нас с аватар-эдитором? Давайте будем смотреть. Прошлый раз я говорил, что очень мало вещей. Да, новых, которые добавили. А теперь их посмотрите сколько. Даже есть Rainbow Friends. Это же Rainbow Friends, да? Да. Я уже забыл, как они называются. Капец. Тренд. Тренд прошёл уже на эту игру, а он решил только сейчас выпустить. Слушайте, прикольно. Смотрите, было раньше... Ну, не знаю, штук 12, наверное, айтемов. А сейчас их уже, ну... Штук 100, возможно. Огром... Слушайте, жирного кота у меня ещё на плече не было. Чего это так выглядит? Прикольно. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Так, ну давайте быстренько не будем включать, а просто посмотрим краем глаза, что у нас тут. Слушайте, ну вещей прям теперь огромная куча. Прям огромная куча. Ворона даже есть. Это... Слушайте, она выглядит, кстати, точно так же, как и ворона на этом... У нас, которая с секретом связана. Или мне кажется. А ну-ка напишите в комментариях. Так, ну вот это была. Рука была уже. Так, это что? Оу. Это у нас что-то военное. Это что? О, это перебинтованная рука. Слушайте, прикольно. Много чего добавило. Даже флопа есть. Офигеть. Даже флоп. Слушайте, мы к чем-то похожи даже с ним. Нормально. Так, что еще есть? Интересно. Это что такое? Луноход? А, просто луноход на плече. Хорошо. Так, тут у нас что? Это на всякие сумочки. Их реально больше стало. Смотрите, какая-то... А, это передняя часть. Нормально. У меня, к сожалению, форма тела не подходящая для таких вещей. В основном они делаются на квадратных людей. Жаль, нет в Роблоксе такой, не знаю... Особенности, чтобы вещь, аксессуар подгонялся под форму тела. К сожалению, такого нет. Очень жаль, было бы неплохо. Потому что... Вот бронежилет классный, да? Но по форме не подходит. Почему не сделать так, чтобы он прям, знаете, по форме подходил? Как, например, одежда. Да? Которая прям облегает как нужная. Это было бы прям вообще супер с кем. Так, следующее. Что мы смотрим? Так, ну с сумками понятно. С сумками... Их тут целая куча, на самом деле. Давайте посмотрим, что у нас с аксессуарами на шею. Это что, макака? Макака. Слушайте, это шейный аксессуар. Но она находится на плече. Интересно. Видимо, есть какие-то ограничения в этом. Я не знаю. Куин. Можно быть куин, но оно не показывается. Черт. Почему на моем скине ничего не показывается? Хотя скин, по-моему, 500 робоксов стоил. Ну, не скин, а этот. Форма тела. Что от робокса стоило? Наверное. Я не помню. Ну, до кирына она стоила. Нельзя нормально ничего сделать, что ли, под эту штуку? Так, это что? А это губная гармошка. Угу. Слушайте, ну прям вообще балдежненько. Балдежненько. Гляньте. Много чего интересного. Прям тут вещей, контента теперь на переодевание в Брукхэйвен. Прям целая куча. Знаете, что не хватает? Не хватает, чтобы, я жду, когда он выпустит, возможность на випке использовать девелопер камеру. Что это такое? Вы можете включать такую камеру, вы стоите на месте, а камера двигается. И вы можете и угол обзора поменять, и красиво так сделать, и фильмы снимать очень удобно. Например, в какую-то игру я играл, забыл, как она называется. Тоже наподобие на Брукхэйвен РП, но там можно вот на випке делать вот такие приколы с камерой. Это прям очень супер, и для этой игры это просто must-have. Я вот не знаю, в лайфтопе есть такая возможность или нет, но это прям вообще классно. Но, к сожалению, пока что этого нет. Хотя с помощью этой камеры можно, ну, смотреть сквозь все. Вот. Наверное, поэтому он не добавляет, потому что здесь есть секреты. Окей, давайте посмотрим, что же за глушители у нас теперь можно поставить в оружие. Так, вот возьмем, например, вот эту вот штуку. Угу. И обратите внимание, у нас слева появляется такая вот штука. И бамс, у нас появляется глушитель. Теперь давайте сравним звук. Глушитель как бы призван для того, чтобы глушить звук. Так, вот у нас такой. А, ну давай сейчас погромче сделаю. Ага. Так, теперь глушитель. Хотя на эту винтовку, кстати, карабиновую, на нее или... А, это болтовая или болтовая, я не знаю, как она называется. Глушитель не ставит. Ну ладно. Да, реально работает. Звук меняется. А ну-ка, давайте попробуем на автомат. Так, давайте вообще все возьмем. Что я взял? Нет. Так, это, это и вот это. Так, следующее. Такой звук. Вот такой звук. Неплохо. Следующий. Но на дробовик никто глушитель не ставит. Но они в Брукхейвен. В Брукхейвен можно. Нихренась эту глушитель. Нормально. Как будто с солью бросаешься. Так, это у нас пистолет. По факту звук везде одинаковый, на самом деле. Да, смотри, что тут что-то. Везде. А ну. Ну только здесь все-чуть отличается и все. А так везде звук одинаковый абсолютно. Не заморачивался он, но сделал нормально. Слушайте, приколь. Я не знаю, зачем нужна эта штука. Ну, для антуража неплохо. Но я не думаю, что это настолько востребованная вещь и глобально, что ее в обнову пихать и об этом говорить. Мне кажется, можно было просто ее невзначай добавить, да и все. Зачем об этом говорить, я не знаю. Но все равно получилось прикольно. Напишите в комментариях, как вам обнова. Ну, мне дико понравилось, на самом деле. Ждем в следующей неделе. Вдруг в следующей неделе выйдет опять новая обнова. Я буду в шоке тогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому